Ретро навсегда. Площадкой проведения конкурса стала сцена Выборгского дома культуры. Покорять ее приехали более 20 исполнителей и вокальных коллективов со всех уголков Выборгского района. Возраст участников не ограничивался. Главная цель конкурса – развитие и поддержка творческих способностей взрослых вокалистов. Директор Центра детского и эстрадного искусства «Эльфы» Светлана Рубан отмечает, музыкальные фестивали для детей проводятся в нашем городе достаточно часто. А вот взрослая категория так прошла мимо и как-то очень обидно, потому что я сама уже взрослый человек. И мне обидно, что поющие прекрасные люди не могут реализоваться на сцене. А во-вторых, подростки наши выпускники. Тоже очень интересно послушать их в сравнении с другими очень хорошими выслушиваниями, исполнителями. Для оценки выступлений конкурсантов были приглашены работники выборгских учреждений культуры. Согласно правилам, все участники должны были исполнить одно произведение, наиболее полно раскрывающее тематику фестиваля – «Ретро навсегда». Вообще мы ретро, но в последнее время мы стали по классе в разных жанрах. И, по-моему, у нас неплохо получается. Ну что ж, тогда расскажите нам о том, с каким номером вы выступали сегодня. Народная цыганская песня «Ивушки». Известная всем песня. Очень красивая, очень иерархистая. Был выбор между более активной, веселой песенкой и трогательной. Все-таки я решила так. Как думаете, затронули душу жюри и зрителя? Мы очень надеемся. Каждый представленный номер оценивался по 10-ти бальной системе. Основными критериями являлись мастерство исполнения, органичность выбранного репертуара и сценический образ. Я пела песню всем известную «Там, где клён шумит». Почему ты выбрала именно эту песню? Ну, я давно её пою. И как-то эта песня, ну, лежит как бы в моей душе. И мне нравится её петь. Я её чувствую, я её понимаю. Сейчас у нас в ретро-песне многие хорошие забываются. А их действительно очень много красивых, чувственных таких, весёлых некоторых, разных. Их не стоит забывать. Поэтому этот конкурс имеет место в лице. Ну, конечно, хотелось бы побольше участников, для большей конкуренции и интереса. Но, в общем, всё хорошо. Это только первый конкурс. Я думаю, в будущем будет лучше, лучше и лучше. Члены жюри отметили достаточно высокий уровень подготовки участников. Хорошие вокальные данные, яркие, а в некоторых случаях узнаваемые образы, созданные артистами. Я сама слышала сегодня некоторые песни, которые я прекрасно знала в детстве. А за вот это время, за прошедшее, я уже забыла, что такая песня действительно была очень популярна. А люди помнят. По итогам конкурса все участники получили специальные дипломы и памятные призы. Победители были удостоены звания лауреатов первой, второй и третьей степени. Владимир Кочетков, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город».